Доброе утро Мать не ебал, ладно, не обижайтесь Че, когда первый бас До этого я мать ебал, да ладно, извини Ну, видишь, привычка какая-то ебанская Не, нормально, мне все нравится Здорово Хули вы машете Вопросы какие-то позадавайте Привет, привет, здравствуй Такой сон, но я только проснулся, только из душа вышел Естественно, блядь, сон Систер Где альбом, где диспота О, сука, ой, Фетр, привет Фетр, you're my home, mister Моя crew, EDM squad Какие планы сегодня? Сейчас поболтаю с вами Пойду, дай же альбом писать У меня никаких планов, вообще Постоянно, я каждый день, блядь, сижу Дома, пишу альбом, очень редко вылазит И то по каким-то важным вопросам Я снял офис Себе И вы, блядь, в жизни не поверите, что это за офис У меня теперь свой бункер Я, блядь, снял свой бункер Блядь, у меня свой Я что-то себя персонажем из ГТА У меня есть свой бункер А как дроп хорошо начался прям А не мышник Ну да Разъебал гновного Ну, наверное Где? Кстати, он в центре Питера У нас Нет, Фетер, у меня А вы там будете тусить Понятно? Прикиньте? Чтоб вы знали, насколько Дикспота Лучший лейбл на свете Лучшее творческое объединение У нас штаб-квартира Это блядский бункер, мать вашу Реально, есть вопросы у кого-либо? Ну, чё круче, реально? Бункер, мать вашу Сколько тебе лет? Не 22 года Пиздец, уже 22 года А я по утрам встаю, как бабушка, нахуй Знаете, у меня всё ебало оттекает Мне что-то не очень понравились раунды гнойного Ну, хуй знает А мне понравились? Я реально, я говорю, как человек Ну, типа, как зритель, да? Вот Мне они очень понравились Прям здорово Гнойный обалденный чел Может, мы что-нибудь замутим такое Чтобы прям все обсуждали С Лизкой общайтесь, конечно По сей день, я не помню, как этот человек снимал видики по КС И по 40 подписоты на Ютубе Ну, было дело, да? Братан, у всех минус ебало Просто развалили Просто нахуй Алло Приезжай ко мне в офис, в бункер У нас студия в бункере Вот это пиздец Второй раунд гнойного классно Мне больше, по-моему, первый понравился Не помню, честно Кстати, чё пьёшь? Просто колу У меня просто дома воды нету Я в магазин ещё не сходил Поэтому колу хлещу С проводкой проблема Свет врубается Когда ты будешь ебать других рэперов Ну, когда мне Добавят снова на Cadillac Escalade Тогда буду ебать Думаешь, мы чё все такие Это самое, за культура Дай Славе конверт Он придёт, снимет голову Дай мне конверт Я приду около тебя, почитаю Не, всё клёво А будет весь батл или кусок? Будет весь Полностью Блядь Эх, не чихнул Кстати, когда ты сядешь на бутылку? Ну, сейчас добью, брат, и сяду Чё, альбом пишешь? Да, брат, альбом! Ууу! Мне уже нахуй снится Пиздец, я заебался Но, но Я вас уверяю, уже есть финишная прямая Я уже чувствую её Всё, я Я чувствую, что я заканчиваю этот блядский альбом Сейчас, подождите секундочку Я потише сделаю Авичи Так вот Я чувствую, что он уже Подходит к финишной прямой И что он почти закончен Осталось его там Пару треков доделать И, в принципе, готово Но мне, видите, как повезло Короче, как история была Чтоб вы знали про альбом Я Я живу, делал очень давно И летом Когда я после того, как снял Аферис и Тяг Поехал в Казань Вот Летом я удалил весь альбом Потому что он был пиздец банальный Ну, знаете, трэп, рэп Вот эта вся хуйня Вот В один момент что-то Внутри меня опомнилось И я вспомнил, что я не рэпер Я музыкант Я композитор Типа, я же всегда музон делал Ну Танцевальный А потом уже рэп Я подумал Почему бы не делать Ну, такой Под свой стиль альбом Вот Сейчас чем занимаюсь Это тексты я адаптирую Слава богу, тексты Большинство текстов уже написано Их просто поадаптировать надо Месседж, короче, не потеряется в альбоме Вот Просто поменяется Манера исполнения Там, стилем песни и так далее Будут мемы 3 Но это уже к Руслана Мемы 3 он должен делать Вот, короче Так и живем Аферисты Не знаю, будут ли аферисты На них слишком много денег и силы уходит В прямом смысле Я прям После аферистов Я лежу Потом неделю двигаться не могу Потому что все нервы на пределе становятся Но это очень сложные съемки И неблагодарные Типа ты выпускаешь их А потом миллионы 2 просмотров Это очень много для сериала Очень много Для ютубовского сериала Но мне недостаточно, я считаю Я ебал рэп Я молодой Тру Ротскир Пошлый лохи Рулит кек Сколько треков на альбоме будет? Треков 7-8 Демку не могу включить У меня далеко все Да вы охуеете Там Просто Блять Как охуенно все получается Прям мне очень нравится Там знаете Вот так сложилось Что Вот подряд слушаешь Несколько песен И все бэнгеры Ну прям все Прям очень бэнгеры Я такой Сука Типа Это само получается Просто стиль такой разъемный Круто Круто И это будет не просто Типа Танцевальная музыка Под которого танцуешь Просто и все А там ну реально Месседж я закладывал Так далее Над текстом Очень долго парился Ну короче Я в восторге от того Что получается Вот Спасибо Вообще Все дикспоти Фетру Особенно Гнару Вот Там и кореш Гнара Блин Никого забыл Хорош парень Мне вот За один день Он мне бит сделал Типа Ну короче Я сам пишу Все молодцы Что вам еще рассказать Из новенького Я что-то может забыл Что-то у меня произошло Что я вам должен рассказать Или нет Что-то я соплями давлюсь Походу Простыл Болеешь Вот походу Да Вроде себя нормально Хотя не Ааа У меня температура Небольшая Да Лоб горячий Ну и ладно Хуй с ним Я просто Под кокосом Ребят Ааа Пиздец Орех Целый день Долбил Как белка Вот Мне белка Мне срочно нужен Орех Будешь продолжать Действительность На ютубе Хороший вопрос Я хочу, я реально хочу, но пока что мне делать там нечего. Типа надоело. Потому что каждый день ты это самое, ну типа что такое блогер? Ты каждый день просыпаешься с мыслью, что тебе нужно что-то делать. Если ты сегодня начнешь писать сценарий или придумывать идею для ролика и так далее, то через неделю ты его не сделаешь. И за это будет падать статистика. А я, слава богу, довел свою аудиторию до такого, что они знают, что если ничего не выходит, значит я чем-то в любом случае занимаюсь, я не проебываюсь, и у меня статистика вообще не падает. То есть для меня это самая выгодная позиция. Я захочу и буду два месяца альбом писать, да, три, четыре, полгода альбом писать, и люди будут ждать, и типа они будут прекрасно понимать, ну стата не будет падать, они будут прекрасно понимать, что я не за лупой занимаюсь. Вот. Типа все. Пока я хочу, но мне нечем заниматься там. Пароди меня заебали, хотя очень теплые о них воспоминания. Пароди меня заебали, больше нечего снимать, реально. Если что-то придет, естественно, я себя не ограничиваю, в чем-то я обязательно сделаю. Но пока только музыкой и дикспотой. Ну, музыкой и музыкой. Альбом свой выпущу, выпущу дикспоту, буду сейчас очень плотно дикспотой заниматься. Вот, может, там какие-то уже концерты будем давать. Посмотрим, как начнет все работать. Вот. Что еще по вопросам? Классный батл. Спасибо. Когда новые треки? Когда выпущу? Помнишь? Конечно, помню. Видел новый ролик Лиски? Да, я его репостнул. В Казань приедете? Бля, я еще от тура не отошел. Вы что? Вы что? Не знаю, как на самом деле, в каком формате подавать концерты дикспоты. Ведь это танцевальный лейбл. Вот. Подавать как частные вечеринки. Ну, типа, ты приезжаешь, снимаешь клуб и на ночь забиваешься, да? Ну, как... И вход просто большой будет, как на концерты. Либо реально как концерт устраиваются. В этом плане надо еще подумать, нет. Как лучше будет. Ты спишь вообще? Я сегодня спал очень много. Видишь, как у меня ебало? Сегодня я так вырубился. Ай-яй, блядь, сука. Прям проснулся прям. У меня лицо разлипало, наверное, минут сорок. В альбоме дабстеп с твоей музыкой. Нет, в альбоме нет дабстепа. Не переживай. Сколько писал текст на батл? О, у нас на самом деле очень мало. У нас было недели две, по-моему. Если не ошибаюсь, недели две было. И для меня это катастрофически маленькие цифры. Если для Славы это, ну, вообще, типа, он там за день напишет, блядь, весь этот текст, за второй выучит. Для него это вообще обыденность. То для меня, чуваки, блядь, я тексты пишу просто, ну, не за две недели, за месяц, как минимум, типа, даже треки. Вот. Я их постоянно переделываю, переделываю, переделываю. Я каждый день включаю, допустим, проект какой-то, где у меня там, ну, я обычно в FL-ке, типа, пишу минус. И прямо открываю блокноты из FL-ки, типа, и прямо в нем пишу текст. Я открываю, раз прочитал, два. Новый мерч очень классный. Я знаю, я сам в нем постоянно хожу, мне пиздецко вставляю. Да, блядь, о чем говорить? Как вам мои штанишки? Стиль, стиль, вообще стиль. Даня хуйни не сделает, Даня делает стиль, мать вашу. У меня вообще офис в бункере, блядь, что вы хотели, нахуй. А, блядь. Отвечай, я вам запишу видос в инстаграм. Или хотя бы в этот самый, в историю. Где я открываю, да хватит, проводка, блядская. Где я в своем бункере на открытии шампанское пью, бля, буду, вы охуеете. Клево. Я прям доволен, что происходит сейчас вокруг. Новые мерчаги будут? Пока нет, и что? Он только вышел. Свитер офиген у меня такой же. Респект, респект. А шарфик у тебя есть? Нет, шарф где тут лежит. Ща. Смотрите, какой шарф, блядь. Новогоднее настроение, правда? Нет. Нет. Слушай, я как только начал зарабатывать деньги на своем творчестве, когда у меня все мое время начало уходить на эту работу, у меня пропали праздники. В прямом смысле. Хоть и мой день рождения, хоть что. Во-первых, я могу себе устроить праздник любой день. Да? Вот сегодня, вот допустим, сегодня с вами поболтаю, перестану писать альбом, такой думаю, сегодня нет, поеду бухать, к примеру, еще что. Ну, то есть я не чувствую уже эти праздники, типа, не знаю, хорошо это или плохо. Мне как бы поебать мне ровно. Я в свой день рождения сидел, монтировал задник, помните, у меня на концертах, там мемы мы пели, типа, еще что-то. Я на свой день рождения сидел, это все монтировал. Бля, у меня же где-то спрей от носа был. Где же он? Не найду сейчас. Ладно, с вами закончу болтать, пойду искать его. Соня, что там по сессии? Соня, что по сессии там? Что еще? Давайте несколько вопросиков, и я пойду. Если будет вопросов побольше интересных, то не пойду. Я зашел с вами поболтать, потому что давно это самое, не болтали, а стрим не хочется делать. Видите, я в каком состоянии нахожусь из-за альбома. Ты заболел? Не знаю. Я сегодня такой проснулся, опухший. Вот. И нос заложен. Да, сука. Когда выйдет примерно, не знаю. В следующем году, в начале. Может, в январе, я не знаю. Как пойдет. Но осталось трека три. Два-три трека. Но полных. То есть полностью надо и текст написать, и так далее. Вот это, блядь, это сложно. Будешь ли ты в Смоленске выступать? Нет, пока не планирую. Что думаешь о тейпе? Васап я тейп, ну и хули. Он клепный. У вас есть снег? Я не видел еще, в окно не смотрел сегодня. По-моему, есть. Дропни хоть один трек. Посмотрим. Что там, эскизы для чего? Эскизы для ту. Ты рисовал, мам, купи которая. А, эти все? Нет, но под моим чутким руководством. Идея вся моя, естественно. Рисовать-то я не умею. Вот. Я просто давал задание ДЗ. По нему художники рисовали. Я говорил, нет или да. В Apple Music будешь заливать треки? Да. Вообще, во все площадки. Будут еще пародии или нет? Я об этом говорил. Надо было раньше приходить. Ой, извините. Кто, блядь, рыгает нахуй, сука? Почему козла, Даня? Ну, догадайся. Догадайся. Че мне, блядь? Может, мне еще текст каждый рассказывает свой? Че обозначает этот? Че обозначает тот? Прикольно же, догадываетесь? Я видел пост какого-то чувака, который разбирал, блядь, не помню, какой-то текст мой. Я такой, ебать, сука, прям все разобрал. Круто. Мне очень нравится. Надо стричься пойти. Похоже, буду на Свергона скоро. Как у него шевелюра такая. Почему ты долбоеб? Я сам понять не могу, брат. Ля, какой шарфик. Ля, сэпосэ, тупо. Это мой, кстати. Почему старых нет на площадках? Потому что это... Но это не те песни. Вот. Я считаю, что у меня уже не тот уровень, ну, не такой низкий уровень. Мне сейчас бы было стыдно, если бы старые песни были на площадках каких-то. Сейчас я уже более-менее с каким-то опытом залью песню. Вот. Буду доволен. Вытаскивай меня, будет? Да, на Дикспоте. Он релизится на Дикспоте. Какая твоя любимая песня? У меня очень много любимых песен, реально. Впущаешь с Лизой? Да, я отвечал уже. Че, вопросов больше нет? Да, все. Гуфит с братишкиным? Блядь. Сложно было ли снимать, где твой идол? Это же не я снимал. Это весь рэповцы снимали, так что. Для меня несложно, я приезжал-выезжал. Так что большая часть работы это они. Где твой идол разбирали, точно. Вот я вот говорил о том, как Черик написал пост. Он разбирал, по-моему, где твой идол, как раз таки. Но никто так и не догадается, о чем была речь. Точнее, о ком. Это вообще не обо мне песня, если что. И человек, о ком я писал это все, тоже не догадался, пока я ему не сказал. Типа, круто. Это не тёлка, если что. Не переживайте. Кто в дикспоте состоит? Федор заебал. Сука, хайпится. Вон, подписывайтесь, смотрите. Видите, внизу лох один пишет. У него ник фе-е-т-р-е офишал. Ахаха, офишал. Вот, это Федор. Там, блядь. Я просто не умею выёбываться, как эти рэперы, типа. И ура, моя... Это моя крю, цените. Федор моя крю. Блядь. Мы предупредили про оборотня. Идем крю. Сквад. Федор, между прочим, чтобы вы знали, чтобы у вас была мотивация подписаться. Тот, кто придумал мелодию «Я смотрю аниме». Представляете, насколько он талантлив? Да это реально талантливый человек. Ему пишешь такой, блядь, у меня пиздец и день нет, я такой заёбанный. Можешь какую-нибудь прикольную мелодию хэппи-хардкорскую сделать? Он такой, да, и присылает мелодию «Я смотрю аниме», которое стало треком. Буквально через день-два. Вот и всё, ёпта. Он редактировал, кстати, трек «Где твой идол?». Помнился с когда-нибудь сайтом Лупермен. Нет, Луперменом не пользовался. Звучит как сайт, где продают бесплатные эти, блядь, сэмплы, нахуй. Лучше на сэмпл про какого-нибудь там, ну не знаю. Ты бы ещё в Афлиброте мне предложил, чел. О, господи, что за песня. У меня такая ностальгия сразу же. Это о Виче тоже? А, это не Керомео, точно, я о Виче. Возьми мою бу. Состоишь 89 сквад. Нет, я не знаю, кто это. Охуенная песня вообще, ребят, 2012-й. Ты там с иконами общаешься, да? Что скажешь по поводу YouTube, что там? О, я об этом не рассказывал, да? Короче, изначальная история, всем рассказываю. True Stories. Блядь, приготовьте чай, блядь. Короче, я просто только проснулся, поэтому у меня прям крышняк едет. Короче, я написал в Твиттере по поводу YouTube реванда. Что типа? Какие нахуй позитифоны Катя Клэп, если, ну вот образно. Вот. Я скажу менее мягко, хорошо, ой, более мягко, чтобы на меня опять не нападали всякие дауны, которые не понимают, о чем я говорю. Я сказал, какие к черту Катя Клэп и позитифон? Есть же намного, ну типа другие люди. Куча других людей. Это обозначает то, что YouTube просто насрать, что у нас происходит. Ведь YouTube реванда это та хуйня, поясняю сразу же, что я имел в виду. YouTube реванда это та хуйня, где раз в год показываются мемы, связанные с, ну мемы, что-то трендовое, связанное с YouTube. И от каждой страны был там свой мем. Многие выебывались, почему, ну что там делать нельзя, чувак, который стримит Fortnite. Но он реально трендовый в этом году был. Уилл Смит, он создал канал, он реально обсуждался, даже я об этом слышал. И так далее, они все мемные. А что сделали за год позитифон и Катя? Я не вижу, ну типа, не важно, как я к нему отношусь, абсолютно не важно. Я просто вижу то, что они не обсуждаемы были в этом году. Я был бы согласен на все, на Моргенштерна, на Литл Биг, согласитесь, на Скиби Дипапа, тем более. На, да хотя бы, блядь, Эдварда Билла, да, с этим вот, да, реально обсуждение когда было. Да я, да все что угодно. Вот, естественно, не я, как многие подумали, что я, блядь, завидую. Я завидую видеоблогерам, самый бред, блядь. Вот. Но они взяли, типа, просто на отъебись кого-то с хорошей статистикой. Потому что у них, мне потом объяснили, что у них в месяц очень большие цифры, по-моему, что-то такое выходит за просмотры. Поэтому взяли как, ну типа, не разбираюсь. Ютуб, что там? Есть такой канал на Ютубе, абсолютно блядский и желтушный, просто омерзительный. Который владелец, мне еще говорили, что ты бы знал, кто владелец этого канала, ты бы охуел. Да он тогда, да он, у него был до этого канал, где он занимался абсолютно такой желтушной хуйней. Обсасывал новости, как со мной с Павлом Дуровым, знаете, вот такая хуйня. Он делает ролик под названием Даня Кашин хейтит, хейтит, блядь, как Позитифона и Катю Клэп. Ну типа такого. Где в ролике, ну, на самом деле так, немного обсасывает эту тему и все, хуй забивает. Я пишу, Крисп, да. Вот, ну типа ничего не поменялось. Я пишу пост, что типа, ты животное не охуела ли? Типа, это не кликбейт, это настоящая клевета. Он настраивает против меня очень много школьников, да, которые его смотрят. И меня в том числе. И настраивают еще и коллег моих. То есть я сейчас не знаю, как Позитифон, но мне на самом деле срать абсолютно. Но типа, я уверен, что Позитифон сейчас ко мне начал намного хуже относиться. Потому что кто-то, блядь, подумал о том, что я его оскорбил. Вот. И Катя Клэп, наверное, тоже. Поебать. Я написал пост о том, чтобы он, ну типа, объяснил хоть как-то свои слова, на что получает целый ролик, где обсасывается. Что, ну ты че, типа, не видишь оскорбление? Ты написал, какие нахуй Катя Клэйб и Позитифон? Ну это же оскорбление. Ну вот такая хуйня, знаете? Потом он сказал, что ты предъявляешь этим блогерам. Предъявляешь. А еще что-то залупаешься. Ну типа, еще как ты пытаешься оправдать свои слова. Ты им предъявляешь, а не Ютубу. Ну и такая хуйня. Где я ему написал в комментариях, типа, смотри, смотри. И прям цитируй свое предложение с твита. Типа, Ютуб Ревайн в этом году, а не, какого хуя, к примеру, я что-то не помню точно предложение, но даже поправлять не надо, смысл понятен. Какого хуя что-то там Ютуб Ревайн взял в этом году Позитифоны? Или это не оскорбление. Показываю, что такое оскорбление. Какого хуя в этом году Ютуб Ревайн взял хуесоса Позитифоны? Это только для примера. Если что, я никого хуесоса не называю. Сейчас опять нам выдергивают. Вот. Вот это уже оскорбление. Согласись? Типа, и как я мог им что-то предъявлять? Если единственное предложение, единственный вопрос, который был в моих твитах, он адресован только Ютубу. Это очевидно. Вот. И, короче, ну типа я просто разобрал его. Ну, потому что он реально хуйню нес. Я сказал, говорю, да, мое предложение, мои твиты звучали грубовато. Только потому, что, ну, у меня такая натура. Я очень много выражаю свои мысли очень грубо, да, согласитесь. Вот. Даже когда хвалю кого-то, я всегда выражаю, ну, типа у меня всегда форма моей речи, она очень грубая. И это, естественно, это мой косяк, это реально косяк. Это многим мне нравится, в том числе и мне. Это очень плохой пример. Это очень быдловатая натура и так далее. Ну, какой есть. Суть сейчас не об этом. Суть о том, что где оскорбление, вот, где не оскорбление, а просто моя грубая подача. Я ему это объяснил. И он мне, знаете, что ответил? Что, типа, ну, смотри, я назвал ролик. Даня, конечно, хейтит Катю Клэп и Позитифон и считает, что это моя тоже грубая подача. Я говорю, ты дебил, блядь, я ему ответил. Я говорю, ты дебил, нахуй, ты вообще конченый, блядь, что ли, нахуй, даун, ебаный. Типа, я тебе только что объяснил, что я не оскорблял, и ты мне на это отвечаешь, что, ну, это моя тоже грубая подача. Мне, короче, понятно все с ним, это вообще просто, нахуй, просто даун, ебта, оторможенный, нахуй, дебил. А он еще говорит, ты меня назвал уродом? Извинись. Я ему, блядь, потом сообщение написал, я говорю, ты, блядь, моральный урод, с хуя ли я должен извиняться? Я отвечаю на свое слово, ты реально моральный урод, ты, пиздец, тупой, ебта, пиздец, меня прям выбешивает, нахуй. Реально моральный урод, взял, блядь, мои слова и сковеркал их как-то, как ему нужно, и в итоге дети в комментариях пишут, эээ, какашин всех хейтит, блядь, пиздец. Он мне еще сказал, что я вылажу на конфликтах, что, ну, типа, я постоянно конфликтую с кем-то, либо я потому что завидую, либо потому что, эээ, ну, мне это выгодно. Вот, этот вопрос я тоже разобрал, хотел вам еще раз пояснить, почему мне не выгодно ругаться с варпачами вашими, с позитифонами и тому подобное, и ютуб че там, вот, и кому я на самом-то деле завидую? Почему я не завидую? Начнем с этого, с, эээ, почему мне не выгодно? Смотрите, ютуб че там, допустим, да, под пример, сделал про меня ролик, где раскатал меня нахуй просто, кстати, привет, Ильдар, я только что видел тебя в чате и что-то проигнорил, приветик, который меня нахуй раскатал, просто вообще убил, убил, и в комментариях начали писать дети, типа, какашин, ну, и тупой, он мне, я там скрины в твиттер постил, чтобы вы понимали, можете залезть посмотреть, ой, этот какашин тупой, ну, вот такая хуня, знаете, прям, вообще оторможенные дети, ебанутые, и я не отрицаю, что у меня такие же есть, вот, но мне этого говна просто вот так вот нахуй, я каждый день, блядь, сижу, чекаю иногда комментарии, да, и я баню, я вижу, когда, ну, пишет реально откровенно, ребенок прям вот маленький-маленький, я баню сразу, потому что, во-первых, ему нельзя смотреть то, что я делаю, потому что потом меня будут обвинять в том, что, вы поняли, хотя у меня перед каждым роликом стоит там планка 16+, что-то такое, 17+, 18+, вот, я сам всех баню, а тут я, блядь, начинаю конфликтовать всякими YouTube, что-то, Warpatch, Positifon, согласитесь, но это же очевидно, что то, что они делают, это, ну, чистый контент для школьников, когда идет летсплей, я не порицаю это, блядь, не надо выдергивать у меня из контекста слова, я объясняю просто, ну, по фактам, как есть, вот, основная у них аудитория школьников, возможно, у меня тоже, да меня не доебываетесь, послушайте мою мысль, вот, у него, очевидно, основная аудитория школьников, поконфликтовав с ним, и, ну, какая-то часть аудитории его подписывается на меня, нахуй они мне сдались, нахуя, мне своего говна, вот так вот нахуй, нахуй мне чужие школьники, которые пишут, что я какашин или такая, ну, подобная хуйня, да, которые коверку и фамилию считают там безумно смешным, вот, если у меня свои такие есть, да невыгодно мне это, типа, с варпачами и так далее, мне легче там, ну, не знаю, с кем посраться, с Женей Бэткомедианом, да, знаете, там, у которого аудитория реально взрослая, там, остальных ребят, но никак не с летсплейщиками, по поводу зависти, зависть, это хорошо, я недавно по поводу этого с кем-то философствовал, и мы пришли к такому выводу, что зависть, это всегда хорошо, ну, есть, естественно, черная зависть, есть белая зависть, ну, как по мне, я уж так разделяю, черная зависть, это когда ты там, ну, ненавидишь кого-то настолько, завидуешь кому-то настолько, что у тебя весь мир рушится, да, вот, ты не можешь ничего делать, ты такой, все, пиздец, я не стану таким же, сука, там, уебать, он тварь, ну, и так далее, это, естественно, плохо, есть белая зависть, то есть ты видишь какого-то человека, ну, его там, того, что он там добился, и думаешь, я сделаю так же, ну, сука, лучше, прям, ну, грубо говоря, да, выебу его, вот, и делаешь, но для того, чтобы, как, как, я не знаю, как мне проще объяснить, для того, чтобы очень далеко взлететь, нужна и цель выше, и вы думаете реально, что я кому-то из видеоблогеров завидую, ну, блядь, если бы, если бы я кому-то завидую, если я уж кому-то завидую, то точно не видеоблогерам, блядь, ну, уж там каким-нибудь мировым звездам, да, типа там, вот, когда-нибудь, ну, к примеру, да, когда-нибудь я там соберу такой же стадион, как у Скриликса, там, сделаю лейбл лучше, чем у него, и так далее, ну, уж никак не, блядь, когда-нибудь я соберу столько же просмотров, как варпаж, типа, вы че, ёпта, вы че, ёпта, дураки, что ли, типа, цели-то должны быть немного выше, это абсурд, завидовать своим коллегам, потому что вы примерно находитесь на одной же, на одной же поверхности для тех, кто, ну, для мировых звезд, надо стремиться намного выше, вот, чем обогнать кого-то по просмотрам, ебать, просто, ну, это я так объяснил, да, на всякий случай, потому что мне реально начали в последнее время предъявлять, типа, ты завидуешь там тому-то, а ты, ты просто срёшься с варпачом там, потому что ему завидую, чего, блядь, сука, блядь, когда-нибудь я, у меня канал будет 3 миллиона, как у варпача, блядь, ну, да, типа, еще, ебалутся, зависть, это круто, чтобы вы поняли, нихуя ты мятый, да, я только проснулся, зависть, это замечательное чувство, которое заставляет тебя двигаться и делать, ну, идти вверх, но зависть каким-то, обычно, зависть завидует и должен каким-то реально успешным людям, у нас по-настоящему успешным людям, которые все имеют в этой жизни, вот, им это и должен завидовать, им подражать и стараться их перегнать, а не каким-то людям, которые, блядь, на ютубе больше подписчиков набрают, фу, ёбта вашу мать, я вообще не понимаю, насколько, ну, типа, те люди, которые мне это предъявляют, насколько вы низко мыслите, для вас, ну, типа, подписчики, это все, все достижение, ты, ты добрал миллион на ютубе, все, ебать, ты добился всего, да нихуя подобного, у тебя просто миллион подписчиков на ютубе, и все, ты ничего не добился, по факту, я ничего не добился еще, не варпаешь, ничего, вот, ну, чтобы вы понимали, сейчас я возьму сигарету, хорошо, сейчас, секундочку, ой, я постараюсь вам не запалить мой срач в квартире, и буду вот так вот ходить, вот так вот, ничего тут не видно, и бонг, главный, а точнее, вазу для цветов, так, ебать, я, конечно, помятый, господа, бля, как вы меня смотрите, ой, все, пропал, я тут, а все, видно мне, все, ты добился огромной очереди на концерт, ну, хорошо, я просто измерял по уровню тех людей, которые, ну, популярны на весь мир, да, которые, там, много чего добились, по сравнению с ними я ничего не добился, а если так судить, ну, конечно, конечно, многие из нас чего-то-то и добились, и варпачи, и позитифоны, и кати клэп, и я, и так, нет, понятно все, что за сиги, я в туре перешел с экстайла синего на парламент найт, на тяжелый, я не знаю, почему мне стало не хватать сигарет, бля, нос не дышит, пиздец, задыхаюсь, я говорю, а вздохнуть нормально не могу носом, типа, и поэтому я отдышка, типа, после того, как я поговорю, ну, короче, я про соню хуйню не нес, вы поняли мою мысль, или, или что, рак легких, да, поебать, кого-то слушаешь из музыки, рэперов, там, просто исполнительный, я рэп вообще стараюсь не слушать, не нравится мне рэп, я слушаю много кого, очень много, у меня прям, эси слейтера, там, из таких, типа, эси слейтера, недавно для себя открыл новых чуваков французских, которые бэсхаус сделал шикарный, это сквад, через Q, C, Q, W, A, D, блядь, они прям мастера, пиздец, закапай капельки, ну, с вами поговорю, пишу, что понятно, ну, все, слава богу, потому что я так долго свои мысли тяну обычно, что прям иногда запись стрима пересматриваю и думаю, блядь, сука, ну, вот как ты разговариваешь, как дебил, епта, как тебя люди понимают, ну, ебать-ка-бать, прочитай выжидание, прочитай реально годная идея, дальше энергетику можешь запустить свою серию данного напитка, на этикете козла можешь захуячить, блин, продукты, очень сложная хуйня в наше время, типа, ну, ты представляешь, что ты делаешь то, что употребляют люди, там, неважно что, там, ну, еда, напиток, и там столько бумажек нужно, типа, нужно там санпедистанцию и так далее, ну, короче, я просто не особо в этом разбираюсь, но я прекрасно понимаю, как сложно это все оформить, ну, короче, наверное, нет, пока что нет, какой крутой свитер, спасибо, я не знаю пока, пока в Казань не поеду, недавно там был, будет тур в следующем году, сольные концерты я, наверное, буду делать после альбома, посмотрим, а тур не знаю пока, тур уж надо, знаете, типа, если тур, то большой, да, с большими сборами, у нас, у нас были большие сборы относительно рэперов, да, нынешних, у нас достаточно большие, там, все организаторы говорят, что, ну, очень много собираете, но хочется больше, как любому исполнителю, вот, просто рэперы, исполнители, они же ездят каждый год в тур, потому что это их основной заработок, помимо альбома, с альбома ты много не заработаешь, если у тебя не платина двойная, как у тейпа, тогда я понимаю, вот, с альбома много не заработаешь, поэтому каждый год ты гоняешь в тур, из него получаешь денег, а я получаю кучу всего, но не с тура, вот, ну, типа, с тура я много не заработаю, поэтому мне смысла нету гонять, для себя, вот, сольные концерты, ну, может, Екатеринбург захватить, там, Казань, ну, знаете, самые-таки, Новосиб, ну, типа, самые большие города, так, для души, для людей выступить, вот, а там уж про деньги, да, в Украину поедешь, но ты же знаешь, что сейчас в Украину точно никто не поедет, я с удовольствием, блядь, очень хочу в Киеве концерт, в Одессе, в Одессе побывать хочу, блядь, как пиздец, сейчас, сейчас хуй поедешь туда, еще наверняка, если даже въезд откроют мужчинам, въезд откроют в Украину, я уверен, что мне какую-то шутку непонятную найдут, про Крым, там, или еще что-то, и не впустят, блядь, безобидную какую-нибудь шутку, как это бывало, там, у Сачева и так далее, если не ошибаюсь, так, вот, все, извините, пожалуйста, рыгнул, пошли гулять, нет, спасибо, я не выездной, я хуй, знаю, хуй, никуда не сказал, пожалеть 10-11-классников, что тебя смотрят, а что с вами, хотите, расскажу историю, вот дюрл перезальет, будете слушать, как вот дюбель, вот дюбель перезальет, напишет в начале, как Кашин перескочил 10-й класс, прикиньте, вот все думают, все на меня смотрят и думают, пиздец, разговаривают, как дебил, да, вот, видно, что, блядь, какой-то второгодник, ПТУшник, да, но вы удивитесь, что я ни разу не оставался на второй год, более того, я экстерном сдал один год, я учился 10 классов всего, типа, я проучился 9 классов, перескочил 10-й и пошел в 11-й, и я не учился никогда в ПТУ, пау, нахуй, стереотипы рушим, быдло тоже может жить, короче, как это было, я закончил 9 классов в, нет, я сначала учился 6 классов в 69-й школе Казани, вот, потом мама моя подумала о том, что, типа, было бы здорово меня отдать в какой-нибудь дорогой лицей, учитывая то, что у нас в семье на то время не так много денег было, она решила въебать огромные деньги в какую-то пиздатую школу и думать, что я там буду лучше учиться, наивно. В 7-й классе я перешел в 159-й лицей, господи, блядь, не дай бог, нахуй, кому-то туда попасть, ужас. Знакомая школа, да. Вот. В 159-м лицее я учился 9, до 9-го класса, и пошел в, сейчас он называется, смешно, КЭК, вот, которая при институте энергоколледж, вот, чтобы потом пойти в, на этом находится, на площади, на Козье Слободея, как его институт, кто знает, из Казани. Университет Энерго, КГ, КГЭУ, КГЭУ, вот, КГУ. Потом я должен был туда пойти учиться. Вот, в колледж я пошел, поступил я сам, хотя там, ну, безумно сложно поступить, потому что это, вот, те, кто учится в КЭКе, знать, что вам лучше, блядь, учиться там. Вот, объясняю, почему. Потому что, когда ты заканчиваешь вот этот энергоколледж, ты потом идешь к КГЭУ, доучиваешься там, и ты можешь поступить в ТАТ Энерго. В ТАТ Энерго, это там, там куча денег, короче, ну, это такая хуйня. Типа, кто там работает, кто там учится, обязательно доучитесь нормально, если вы хотите, ну, хорошо в будущем зарабатывать. Вот, это большой шанс. Но, я же человек принципиальный, мне это неинтересно было. Меня вообще, ну, грубо говоря, заставили, меня направили, родители сказали, ну, иди, иди, иди. Я хотел вообще, тогда еще было госнаркоконтроль, сейчас называется ФСКН. Вот, я хотел идти учиться на выездной лаборатории госнаркоконтроля, прикиньте. Я очень люблю химию, пиздец. Я химию до сих пор, ну, типа, шарю хорошо. Вот, я пошел в этот колледж, проучился полгода, понял, что мне пиздец, это неинтересно. Вот, и я сидел полгода дома, в доту играл, короче. Оттуда меня выгнали, справедливо, абсолютно, никого вообще там, всех люблю в этом колледже, никого не ругаю. Отличное время было, замечательный колледж. Вот, и мне нужно было что-то быстро-быстро куда-то устроиться, ну, на какую-то учебу, что меня армия не забрала. Я еще тогда не знал, что я могу спокойно откосить по глазам. Вот, я пошел в вечернюю, блять, школу. Вы знаете, что такое вечерняя школа? Я прекрасно знал, что там, ну, типа, обычно, что такое вечерняя школа? Это где куча уголовников, блять, которые, нахуй, только вышли из тюрьмы, их в нормальную школу не берут и так далее. Но выхода не было. Я пришел туда, вот, я могу об этом говорить, что с глазами? У меня просто температура, поэтому у меня глаза красные, не переживай. Вот. Короче, я пришел туда, сдал документы, поступил в 10 класс, поехал домой. А я еще болел тогда. Короче, сентябрь я весь проебал, потому что болел. Я не знаю, почему, но мне моча в голову ударила. Это очень странно. Я могу сейчас об этом говорить, потому что эту школу снесли. Очень жалко. Вот. Я приезжаю к директору. Это, это, вот сейчас слушайте, это сверхнагло. Просто поймите, ну, типа, будет урок, что иногда нагло нужно быть. Я приезжаю абсолютно нагло, пиздец нагло, вваливаюсь в кабинет директора, сажусь и говорю. А знаете что? Она такая, что? Говорит, ну, вообще, а ты где? Типа, у тебя уроки уже идут. Я говорю, я хочу в 11 класс. А она такая, что, блядь, ты что охуел? Типа. В итоге я их заболтал. Я ее объяснял. Я показывал результаты ГИА. Тогда еще, сейчас это ОГЭ. Раньше это ГИА называлось. Я ГИА все на четверки сдал. Вот. Ей нужно было самое главное, чтобы я ЕГЭ сдал. И я несколько даже примеров решил по ЕГЭ идеально. Типа. Ну, я реально шарил. Я с 8 по 11 класс я охуенно учился. Без шуток. Я прям шикарно учился. Вот. Типа, я натаскивал материал. И, короче, и в итоге после долгих уговоров она такая, ну, давай. И я такой, пиздец. Я только что перескочил 10 класс. Я говорю, ладно, я болею еще. Через неделю приду. Она говорит, ну, давай. Через неделю я приезжаю в эту школу, и она охуенно. Все, кто меня видит, с... Блядь, я даже номер школы забыл. Прикиньте, насколько это давно было. 29-я, по-моему, школа. На Арбузово она находилась. Все, кто оттуда, вообще, респектуля большая. Шикарная школа. Шикарные учителя. Короче, это, знаете, хоть это вечерняя школа, но там настолько... Настолько много было уважения от учителей к ученикам и от учеников к учителям, что нам разрешали вообще, ну, по факту, ходить только на те предметы, которые тебе интересны, да. Но настолько школа была дружная, что мы ходили туда все. Прямо на каждый практически урок. Вот. И класс у меня был охуенный. Все прям дружны были. Все прям... И девочки, и мальчики, мы все дружно находились друг с другом. Вот. Ну, короче, и с соседними классами, с параллельными, прям охуенный. В итоге мы сдали все ЕГЭ и разошлись, к сожалению. ЕГЭ я сдал тоже достаточно хорошо. Но, типа, математика... Я так хуй забил, весь одиннадцатый класс не учил математику. А русский у меня как потянут был, так и остался. И математику я сдал там проходной балл, допустим, 23 балла, я сдал на 24 балла. Вот. Потому что мне не особо интересно это было вся хуня. Я уже понял, что ЕГЭ мне не нужно все, рот, ебал. Русский я сдал что-то там 87 баллов, 90 с чем-то, 96. Какие-то огромные цифры у меня, и балочки отвалились, когда мне результаты дали в руки. Ну, короче, вот. Так я ушел с вечерки и понял, что учиться мне дальше нельзя. Это очень тупое, блядь, очень тупое решение в жизни. И то, что я сейчас сижу перед вами, это чистая рулетка. Так бы я помер, нахуй, в прямом смысле. Вот. Потому что я и от родителей ушел, вот. И ночевал хуй пойми где. Потом мы сняли студию звукозаписи. Сделали студию звукозаписи из подвального помещения. Я там жил. Ну, короче, без душа. Бегал к душу, в душ мыться друга в раздевалке, короче. У него, ну, типа, он на бокс ходил, и там был бесплатный душ. Я туда бегал. Ну, короче, потом меня помотало жестко за то, что я не учился. Потом в Питер уехал. Ну, ты прям колобок. Ну, блядь. О, Василия, привет. Блядь, нос прям сильнее-сильнее закладывает, сука. Где у меня капельки? Я вчера закапывался. Вот только вчера. Блядь. Куда же я их дел? По-моему, вижу. Сейчас, секунду. Ой, блядь, ноги. Старые уже. Ну, там прям чуть-чуть осталось. Просто на один брызг, нахуй. Ну, вроде поможет. Ну, короче, те самые капли... Нет, это слуб. Я не употребляю циклами. Нет, и вам не совета. Самое страшное вообще. Просто ужасно. С Лизой в каком году познакомились? Не помню. В 15-м, по-моему. По-моему, в 15-м. Какой был любимый урок? Химия. Братик, полстрижися. Хорошо. Я просто из дома не выхожу, поэтому не стригусь, не поебать. Я чисто так музыку делаю. Да я постригусь, постригусь. Тупо нам капли прорекламировал. Ну, ты похуй. Болеешь, видимо, да. Что-то я проснулся, поход с температурой. Будешь выступать во Владивостоке? Хочу. Хочу. Будут ли еще открытки с росписью? Ну, да, наверное. Фотки со школы покажешь? Они уже ходят по инету. У меня есть некоторые одноклассники, которых я, сука, до сих пор помню. Я, думайте, все забыл нахуй. И просто, знаете, типа, когда я чего-то добился в интернете, очень много... Короче, я делал очень много постов, почему я не люблю свои детские фотки. Я вам сейчас еще раз объясню. И вы поймете мою позицию. Бля, какая хуйня играет. Ёб твою мать. Сейчас я уберу это, а то прям нехорошо стало. Вот, в Энди Ван Пайл сойдет. Вот. В Твери будешь выступать? Я пока нигде не буду выступать. Я забыл, о чем говорил. Прикиньте. Да. Короче, почему я не люблю свои старые фотки? Не потому, что мне что-то там стыдно. Вот. Мне нихуя... Мне вообще ничего не стыдно в этой жизни. Ни за что практически. Вот. Редко за что бывает стыдно. Короче, чтобы вы знали, до, ну, к примеру, допустим, восьмого класса, девятого, я был омерзительное быдло. В прямом смысле. Ну, я и сейчас быдло. Но тогда я был прям вообще дебил нахуй. Вот прям... Блядь, если бы вы меня тогдашнего увидели, вы бы охуели просто. Я разговаривать не мог, как и сейчас. Ну, почти. Ну, поняли. Одевался, как хуй помикто. Ну, и так далее. Короче, ну, тупой. Реально осел. Вот прям без шуток. Прям дебил. Вот. Я так... Ну, просто-то, знаешь, типа, ну, похуй. Ну, как бы с пацанами потереться ночью. Пивка... Блядь, животное. Пиздец. Фу, таким быть. Вот. И... Мне не стыдно за это. Мне омерзителен тот человек в лице меня, который был раньше. Поняли? Типа, у меня очень много в жизни всего теря... Меняется за всю свою жизнь. Вот. Я сам меняюсь постоянно. Но вот кардинально, когда я поменялся, вот с того... Вот тогда я... Ну, родился, грубо говоря. До этого... До, допустим, там, восьмого-девятого класса было животное, которое... На котором, ну, мне мерзко смотреть. Вот. Мне не стыдно. Ни с коем случае. Мне не стыдно. Мне просто мерзко. Вот. И... После этих постов начали выливаться фотки. Мои. Где я там в школе улыбаюсь, лещу, что-то с кем-то стою. Ну, мне как бы поебать. Вот. Вот. Но знаете, че самый прикол? Я прекрасно помню, кто их сделал из одноклассников. Прекрасно. Каждую, блядь, фотографию. У меня память, как у наху этого, ёпта. Как у наху Шерлока Холмса, ебать. Я каждую помню фотографию. Я помню имя, наху, фамилию того человека, который сделал эту фотографию. Помню имя, фамилию того человека, который сделал. И я за вами... Я с вами крысами общаться вообще никогда в жизни не буду. Вы омерзительные люди. Омерзительнее того меня, который был раньше. Если вы просто для того, чтобы повыебываться, что вы меня когда-то знаете, сливаете фотографии, которые я не хочу видеть, значит, вы такие же животные, как и тот я, который был раньше. Об этом договорились? И я прекрасно вижу, как вы мне в друзья добавляетесь, типа, и такая хуйня. Чё думаете? Я ничего не вижу, блядь. Думаете, у меня там 300 с чем-то тысяч подписчиков на странице? Я всё от внешнего мира это самое... Блядь, пошли вы нахуй, животные ебаные. Просто животные. Я прекрасно всё вижу.